Доброе утро! Вы смотрите Утро на ОТВ. С вами Елена Краева и Ольга Дмитриева. Оставайтесь с нами. Сегодня в нашей программе вы узнаете. Основные работы позади. Глава округа Андрей Иванов проверил качество капремонта эстакады в Отрадном. К новому учебному году депутат Мособлдумы Дмитрий Глубков проинспектировал ход строительства новых образовательных учреждений в Одинцове. Становится традицией. В одном из новых микрорайонов муниципалитета жители приняли участие в акции по озеленению. Машенька и Медведь в парке Захарова для детей представили кукольный спектакль. В этот день, 356 лет назад, провели первое в истории успешное переливание крови человеку. Почти за 40 лет до этого английский ученый Уильям Гарвей открыл закон кровообращения и выявил основные принципы движения крови в организме, что позволило приступить к разработке методики переливания. 15 июня 1667 года французский врач Жан-Батист Дени перелил часть крови ягненка юноши, который болел лихорадкой. После процедуры больной быстро пошел на поправку. Правда, следующие попытки ученых повторить успех профессора нередко обращались с неудачами. Поэтому переливание крови во Франции запретили. Что еще в этот день произошло в истории, смотрите в нашей следующей рубрике. 15 июня 1885 года в России приняли закон о запрещении ночной работы подростков и женщин. После ряда стачек на российских фабриках была создана комиссия для подготовки закона об отношениях фабрикантов и рабочих. Министр финансов Николай Бунге предложил законопроект, в котором отмечалось пагубное влияние ночного труда на здоровье и психологическое состояние рабочих. Он предложил отменить ночную работу для женщин и подростков, не достигнувших 17 лет. Закон был утвержден российским императором Александром Третьим и вступил в силу 1 октября 1885 года. 15 июня в 1916 году в воздух поднялся первый самолет «Боинг». Гидросамолет на двух поплавках, представляющий полотня на деревянную конструкцию с неподвижным крылом, соорудил американский инженер Уильям Эдвард Боинг. Уже через месяц после первого полета «Боинг» зарегистрировал свою компанию. В 1929 году она вошла в число лидеров американского авиастроения. Сейчас корпорация является крупнейшим в мире производителем самолетов. 15 июня отмечается Всемирный день распространения информации о злоупотреблениях в отношении пожилых людей. Призыв ко всему миру вспомнить о человечности и терпимости и не дать людям почувствовать себя брошенными – задача, которую ставила перед собой ООН, учреждая этот международный праздник. Кроме того, сегодня отмечается Всемирный день ветра, День силы улыбки, Международный день прогулки и День фотографии природы. В этот день в 1867 году родился русский поэт-символист, переводчик и эссеист Константин Бальмонт. Он является автором 35 поэтических сборников и 20 книг прозы. В 1923 году был номинирован на Нобелевскую премию по литературе. Свой день рождения сегодня отмечает председатель Китайской народной республики Си Цзиньпинь, американский актер, режиссер и сценарист Джеймс Белуши и народная артистка России Анна Ковальчук. До открытия полноценного движения на эстакаде в Отрадном остается меньше месяца. Позади большой цикл работ, впереди увеличение пропускной способности Можайского шоссе, что особенно актуально в разгар дачного сезона. Подробности смотрите в нашем следующем сюжете. Глава округа Андрей Иванов проинспектировал ход работ на финальном этапе капремонта эстакады в Отрадном. На данный момент готовность объекта составляет 80%. Что уже сделано, что осталось и когда у нас открытие? Открытие у нас 30 июня. С этого графика не сбиваемся? Нет. Первый этап работ выполнен полностью. Установили барьерно-перильные ограждения, лестничные сходы, водоотводные лотки. Заменили резиновые опорные части на балках пролетного строения. На втором этапе, на котором мы сейчас с вами находимся, выполнены работы по устройству бетонной накладной плиты проезжей части. Ведутся работы по подготовке поверхности к устройству верхних слоев покрытия, литой асфальтобетон и верхний слой щема. В процессе реконструкции использовали современные материалы – мостовые водоотводные лотки из композита и битумные мастичные швы. Их применение, по мнению подрядчика, позволит увеличить срок эксплуатации объекта. То есть они имеют увеличенный срок службы, не подвергаются коррозии из-за наших перепадов температуры и обработки песко-соляными смесями. Удобны в эксплуатации, удобны в монтаже, легкие, практичные. Подрядчик предоставляет гарантию от 4 до 8 лет по конструктивным элементам. Таковы условия госконтракта. Елена Краева, телекомпания «Одинцова». Депутат Мособлдумы Дмитрий Голубков проверил ход строительства новых образовательных учреждений в Одинцове. Парламентарий осмотрел пристройку к гимназии номер 14 и второй корпус коррекционной школы «Надежда». Подробности у Екатерины Крамор. Монолитные работы на строительной площадке пристройки к Одинцовской гимназии номер 14 подходят к концу. На данный момент на объекте уже залита стяжка и произведено оштукатуривание стен. В рамках исполнения наказов народной программы и проекта «Единая Россия. Новая школа» депутат Мособлдумы Дмитрий Голубков вместе с местными депутатами и молодогвардейцами проверил ход строительства нового корпуса. Двигаемся максимальными темпами. Обратите внимание, закуплена масса материала, чтобы не делать никаких простоев насчет материала. Все заранее закупается. Идет кровельные работы, параллельно монолитные работы. Сейчас в 14-й гимназии строители особое внимание уделяют внутренней отделке и проводке необходимой электрики. Также парламентарий проинспектировал ход строительных работ во втором корпусе коррекционной школы «Надежда», который будет располагаться на территории средней школы номер 8 и соединяться с основным зданием галереи. Если по первой школе, которую мы посмотрели, она идет хорошим темпом и есть надежда, что мы успеем и школа примет учеников 1 сентября, то по школе для детей с ограниченными возможностями, конечно же, вызывает много вопросов. Сроки проведения работ, их темп, график. При этом все работы находятся на депутатском контроле. Образовательные учреждения должны открыться к 1 сентября. Екатерина Крамор, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова». Более 150 тысяч человек посетили мероприятия, посвященные Дню России, которые проводили в подмосковных парках. Для гостей организовали выступления духовых оркестров, ансамбли русской песни, танцевальные ретро-площадки, а для детей творческие мастерские, анимационные программы и аквагрим. Но многие на три выходных дня ездили на дачу. Вы знаете, что слово «дача» не переводится на иностранные языки. Это исключительно наше национальное понятие. Началось все с Петра I. Он жаловал в дар землю подданным. Это была дача земли, чтобы они обживали пустынные территории и строили там себе хоромы. Вот такие дела. Рубрику «Новости региона» смотрим далее. В этом году устранили около 20 незаконных съездов на дороге регионального и межмуниципального значения. Они влияют на безопасность дорожного движения. Сотрудники МОЗ «Автодора» направляют владельцу участка требования о самостоятельной ликвидации съезда в течение 30 дней и устанавливают знак о необходимости проведения работ. Если по истечении срока собственник не выполнил требования, составляется соответствующий акт, проверяется наличие техусловий и специалисты начинают подготовку мероприятий по ликвидации съезда. Сотрудники ГУСТ Подмосковья регулярно инспектируют территории региона, занося все выявленные нарушения в мобильное приложение. С начала июня в области устранили 266 несанкционированных граффити. Наказание за подобное деяние достаточно серьезное. Штраф до 40 тысяч рублей или ограничение свободы на срок до 3 лет. Более 30 тысяч литров донорской крови и ее компонентов заготовили в Подмосковье с начала года. Биоматериал необходим для помощи пострадавшим в ДТП, пациентам с сильной кровопотерей и ожогами, травмами, больным онкологией и заболеваниями крови, новорожденным с различными патологиями. Московский областной центр крови принимает доноров без выходных с 8 до 14 часов. А теперь о новостях Москвы. Москвичей и гостей столицы приглашают посетить фестиваль науки и культуры ВДНХ «Пространство открытий». С 14 июня по 8 июля здесь запланирована серия лекций. Они будут проходить в павильоне «Рабочий и колхозница», «Центре космонавтика и авиация», в Музее славянской письменности «Слово». Слушатели узнают больше о психологии, астрономии, лингвистике, истории и кино. В качестве спикеров приглашены эксперты в области науки и культуры. Что еще интересного происходит в столице, узнаем прямо сейчас. В этом году в Москве появятся 94 ультрабыстрые зарядные станции для электробусов, которых по улицам Москвы сейчас курсируют чуть больше тысячи. Но в ближайшие годы их количество увеличится больше, чем в два раза. С 15 июня в столице начнет работать водный транспорт. Москвичи уже выбрали название электросудам – «Синички», «Фильки» и «Сетуни». Речные маршруты не рассчитаны на большие пассажиропотоки, их вместимость составляет до 50 человек. Они работают в тестовом режиме на маршрутах от станции «Фили» до метро «Киевская» и от автозаводского моста до «Печатников». Традиционные теплоходы также ходят по прогулочным маршрутам. Киностудия имени Горького перейдет в собственность города Москвы. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Это позволит продолжить ее масштабную модернизацию. В итоге через несколько лет она станет еще одной креативной площадкой столицы для полного цикла производства кино. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Далее в программе вы увидите. Становится традицией. В одном из новых микрорайонов муниципалитета жители приняли участие в акции по отделению. Машенька и Медведь. В парке Захарова для детей представили кукольный спектакль. И новости онлайн. В нашей рубрике расскажем, что обсуждают в соцсетях округа. Не словом, а делом жители Одинцовского округа доказали любовь к родине. В одном из новых микрорайонов муниципалитета в День России высадили пять яблонь, 150 кустов сиреней и засеяли газон. В мероприятии приняли участие взрослые и дети. Акцию предложили сделать ежегодной. Ну, идут годы. Страна развивается. Развивается наша родная Подмосковья. Развивается, конечно, Одинцовский городской округ. И мощнее наша держава. Сегодня, да, мы будем сажать сиреней, будем украшать эту территорию, будем украшать благоустройство этого микрорайона. Но это все элементы и детали развития нашей страны. Наше будущее в наших руках. Так можно назвать инициативу, которую проявили жители Одинцовского округа в одном из новых микрорайонов. День России они отпраздновали массовой высадкой зеленых насаждений. Людей, пожелавших стать причастными к развитию и благоустройству территории, собралось немало. Семилетняя София уже знает, как сажать растения, но применить знания на практике ей довелось впервые. Сначала надо раскопать яму, потом посадить зерно, потом закопать, полить и ждать, когда вырастет. Доброжелательная атмосфера и отличное настроение отражалось на лицах людей. Улыбки и добрые надписи не только оставляли в качестве пожеланий на специальных табличках у высаженных растений, но и щедро дарили окружающим. Хотелось бы пожелать своим будущим соседям расцветать так же ярко и радостно, как эта сирень в будущем. Так что всем, как говорится, счастья и красоты, удачи. Дети и взрослые проявили незаурядную активность. За несколько часов совместными усилиями высадили пять яблонь, 150 кустов сирени и засеяли газон. Инициативу поддержали и Одинцовские активисты Единой России. И пусть эта инициатива будет дальше продолжаться жителями на каждый день России. Елена Краева, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова. А в парке Захарова прошел кукольный спектакль «Машенька и медведь». Это постановка артистов Московского областного государственного театра «Кукол». Мероприятие организовано в рамках реализации специальных проектов Министерства культуры и туризма Московской области. Положите лапу на стол. А больно не будет? Я ж потихонечку. История о маленькой девочке Маше, которая пошла в лес по грибы до ягоды, заблудилась и встретила медведя. В парке Захарова состоялось выступление Московского областного театра «Кукол». Зрителям показали спектакль «Машенька и медведь». Приучать детей к театру надо с малолетства. И посмотрите, сколько сегодня маленьких зрителей. Пусть они смотрят, радуются. И ведь посмотреть на эмоции взрослых тоже и взрослым интересен этот сюжет. Ведь это сказка из нашего детства. Спектакль действительно был интересен не только детям, но и взрослым. Подобные кукольные представления в парках – отличный досуг для всей семьи. Нам нравятся любые варианты наших сказок, поэтому мы будем рады любым вариантам. Здорово. Очень интересный сценарий, очень интересная, так сказать, манера исполнения сказки. Здорово. Детям очень понравилось. На протяжении всего представления зрители следили за персонажами и даже могли с ними взаимодействовать, познакомиться с артистами и узнать подробнее о куклах. Екатерина Крамор, телекомпания «Одинцова». Три линии московского метро, которые планируют открыть в ближайшие годы, будут изумрудного, графитового и рубинового цвета. Такой выбор сделали интернет-пользователи в ходе голосования. В нем участвовали более 177 тысяч пользователей портала «Активный гражданин». Изумрудный станет Троицкая линия, графитовая и рублево-архангельская. И Бирюлевская будет рубиновой. А теперь перейдем к рубрике, где расскажем о событиях в России. Сотрудники интернет-сервиса для размещения объявлений выяснили, сколько денег потратили россияне на выпускные наряды в этом году. Средняя стоимость брючного костюма около 2,5 тысяч рублей. Готовое вечернее платье почти 4,5 тысячи, а его индивидуальный пошив 5 тысяч. Плюс туфли, аксессуары, прическа и макияж. Все вместе около 10 тысяч. Российский гастроэнтеролог рассказал, какие полезные элементы содержатся в квасе. Оказывается, в нем большое количество микроэлементов, которые благотворно влияют на организм человека. Эти вещества помогают поддерживать здоровье нервной и сердечно-сосудистой системы. Но это относится только к домашнему квасу, в то время как промышленный напиток содержит много красителей, сахара, ароматизаторов и вкусовых добавок. Уральские ученые нашли в реке Миас останки рептилий возрастом 45 миллионов лет. Эти находки доказывают, что на Урале в позднем Реоцене было море. Среди обнаруженных образцов позвонок морской змеи и кусок панциря древней черепахи. Кроме того, нашли зубы крупных акул и останки костистых рыб. Все окаменелости обнаружили на крутых склонах реки практически нетронутыми. Приблизительный возраст костей оценивается в 35-45 миллионов лет. Более точные даты будут известны после завершения исследований. Все находки отправят на исследование в Палеонтологический институт РАН в Москве. 23 июня в Подмосковье состоится второй этап Всероссийской ярмарки трудоустройства. На ней представят вакансии более 400 компаний. Особенностью ярмарки станет онлайн-площадка, посетить которую сможет любой желающий, где бы он ни находился. Об этом пишет телеграм-канал «Проокруг». Что еще обсуждают в соцсетях округа, расскажем в нашей следующей рубрике. В этом году в Петелине и Бушарине появится новое уличное освещение. Всего в текущем году обновление коснется 173 объектов в 32 городских округах Подмосковья. Адресный перечень мест установки уличного освещения сформирован на основании народного голосования на портале «Добродел», в котором приняли участие около 60 тысяч человек. Об этом сообщает «Проокруг». В Звенигороде 17 и 18 июня пройдет Шиховский фестиваль музыки и ремесел «Звенящая струна». Он приурочен к 465-летию деревни Шихова, Центра старинного промысла по производству струнных музыкальных инструментов. Гостей ждет насыщенная программа, а главным событием станет премьера спектакля «Дневник старого мастера», музыку, к которому написал Петр Налич. Сам Звенигород станет концертной площадкой. На его улицах разместятся импровизированные сцены, на которых выступят участники фестиваля уличной музыки. В программе концерты струнных щепковых инструментов, народная музыка, фольклорные коллективы, а также игры, танцы, частушечные батлы. Об этом сообщает телеграм-канал «Проотдых». В Сочи завершился финал всероссийских соревнований по шахматам «Белая ладья». Участниками стали 340 школьников из 85 субъектов России, а также команды Белоруссии и Киргизии. Игры проходили по швейцарской системе в 9 туров. Победила команда гимназии имени Примакова, которая представляла Московскую область. Об этом пишет телеграм-канал «Одинцова оперативно». Эксперт рассказал, как минимизировать количество спам-звонков. Во-первых, стоит понимать, что полностью удалить себя из всех баз данных практически невозможно. Как правило, контакты люди оставляют сами, например, при получении карт лояльности или в социальных сетях, в банках и других учреждениях, которые могут продавать базу данных. Удалить такую информацию невозможно. Как временное решение, от надоедливых спам-звонков можно сменить свой номер телефона на новый и нигде не оставлять его. Ну, тут тоже спорная ситуация, мне кажется. Это если тебе чей-то предыдущий номер останется, то... Нет шансов. Мне кажется, что на сегодняшний день четкого, стопроцентного варианта борьбы с мошенниками просто не существует, потому что они повсеместно. Вот сколько, Оля, ты звонков получаешь каждый день? Ну, они у меня автоматически блокируются, слава богу. Вот. Между прочим, это еще один вариант борьбы со спамом. Но давайте сейчас посмотрим новости мира. Ученые из Колумбийского университета назвали новую причину старения – дефицит таурина. Это питательное вещество, которое вырабатывается в организме и содержится во многих продуктах питания. Исследования провели на мышах. Самкам и самцам в 14-месячном возрасте вводили либо таурин, либо раствор с плацебо. В итоге таурин увеличил среднюю продолжительность жизни на 12% у самок и на 10% у самцов. Другими словами, такие подопытные жили на 3-4 месяца дольше, что эквивалентно примерно 7-8 человеческим годам. Итальянские ученые обнаружили связь между чрезмерным употреблением алкоголя и ускоренным прогрессированием болезни Альцгеймера. Мышам в течение нескольких месяцев давали алкоголь в дозах, равных тем, что употребляют люди с зависимостью. По итогу эксперимента специалисты выявили у грызунов ухудшение способности к обучению и снижение когнитивных функций на более раннем этапе, чем обычно. Ученые назвали самый редкий цвет глаз в мире, самый распространенный – коричневый. А название самого редкого цвета есть несколько претендентов. Опрос, проведен на Американской академии офтальмологии, показал, что всего 9% людей имеют зеленые глаза. Еще более редким считается альбинизм. Он встречается у одного из 20 тысяч человек. Из-за этого у людей глаза могут стать розового или красного цвета. И о погоде. По прогнозам синоптиков, сегодня будет малооблачно. Осадков не ожидается. Температура воздуха днем – 24-26 градусов тепла. Ночью – 16-18. Ветер северо-восточный – 1-3 метра в секунду. Атмосферное давление – 746 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха – 41%. Геомагнитное поле спокойное. Наш эфир подошел к концу. Новые сюжеты о событиях в округе смотрите в информационных выпусках, а также следите за новостями в телеграм-канале «Про округ». И по традиции, с новостями молодежной редакции можно познакомиться в телеграм-канале «Про молодежь». А если же вы стали очевидцем происшествия или у вас есть интересные новости, присылайте их нам в чат-бот по QR-коду, который видите на ваших экранах. Вы смотрели «Утро на ОТВ». С вами были Ольга Дмитриева и Елена Краева. Всем тем, у кого сегодня намечается важный ответственный день, мы желаем веры в себя и успехов. А всем остальным желаем прекрасного дня. Наслаждайтесь теплой летней погодой. До новых встреч. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин